Подросла, ребята, моя молодёжь. Вы просто её уже знаете. Будете следить за ней с самого-самого мальства и до лётов, а потом за лётов. Вот моя молодёжь. Уже пара вылетает на эту. Пара молодых уже вылетает на Голубятни. Эти ещё пока нет, но тоже уже такие. Вот, помните, крылышки свешены. Это у меня Голубь вышел по без головы, он и похож на него по масти. И так же крылышки, ребята, свесил. Ну ничего, если он будет лётчик, а его отец с мамкой летали за три часа. То эти крылышки ему будет не помех. Это его гнездюк, видите, ну слава Богу хоть через раз идут. Это вот гнездюк, одногнёздок, несвешенными крыльями. Это вот два брата. Сзади него стоит по-молочному, молочная Голубочка, видите, в чулочках. Это у щеки на кровь не дают. И рядышком одногнёздок, молочный полосатый, тоже в чулочках. Тоже пара должны быть, дают мне хорошие голубят лётных. Это мазаный белый у меня. Кровя мошошина, так мне выдают. Когда-то у меня был один белый, ну почти он был белый. Там немножко-немножко капелек, и вот это вот выкидает мне. Это Кременской жебарёк дал, бурого, убрал я его после залёта, чубатый его гнездюк, одногнёздок, вернее. И он ещё в полётной паре бурый, бурый и такая, где-то есть такая, воробьинная, как называют, а, она, 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 вот такая, это с бурым одногнёздок голубка. Вот такие здоровые первые плодки ходят, ребята. Ну это половина голубят, половина в той, я сейчас стал открывать голубей. Как бы по-разному, сначала одна голубятня гуляет, день потом другая, потому что кое-кого перепаровал, не хочу, чтобы они там лазили по гнёздам. Сегодня эта голубятня открытая, вот эта вот, не завтра та будет открытая, через день. Хороший воскресный день, ребята. День выборов, я проголосовал, так сижу, отдыхаю на сумушке. Душой, ребята, и телом отдыхаем. Надежда уже, видите, вышла. Ещё, правда, не умеют летать, но уже вышла. Коля, ребята, с Кременной, который торгует на ракете у нас в рубежном, он, наверное, очень внимательно смотрит ролики. Я его не прошу, но это внимательный пользователь. Значит, он, наверное, сначала увидел, что я кирпич бью, дал мне глины. Потом, значит, помог деньгами. А вот последний раз ещё от него подарок, ребята. Это, смотрите, что он мне подогнал. Метелка, которая нужна в нашем хозяйстве. Посмотрел на мою метлу. Скажем, да, из этой метлы не выйдет ничего. Но она так ещё, когда зимой так немножко мила. Ну, а сейчас у меня, ребята, новая метла. Благодаря Николаю. Я узнал, как его зовут. Николай на рынке. Делай ему рекламу, покупайте у него. А он мне помогает. Видите, уже всё больше и больше у меня подарков. Вот ещё один подарок, ребята. От Коли. С Кременной. Хотя Кременяне, голубятники меня не особо, скажем так, полюбляют. Но зато обыкновенные люди, как Николай, который торгует у нас, Видите, хорошо он мне вручает меня. Такой подогнал очередной подарок. Всем доброго дня. Сегодня отличный, тёплый день. Много у нас нет, как-то скучновато. Но решил так показать вам, хотя бы, как проходят такие весенние дни, когда у своих голубей, я считаю, это период, всё включено. Они сейчас занимаются только... Вот их задача сейчас это дать, ребята, здоровое потомство. По крайней мере, первый плод. Хочу рассказать, как, чем занимаюсь я в такие весенние дни. Может, вам что-то будет полезно. Ну, ничего, но вот, правда, ну, возможно так. Значит, приношу издому шкарлупу. Небольшие отходы там, такие, в своих составах. Вот шкарлупу, как мне сделали замечание, я стараюсь помыть и просушить, или, ну, почти прожарить. Она так у меня подсыхает. Ну, так её не сильно долгу, они так в течение дня сами её, ребята, раздалбливают. Здесь у меня место подкормочное. Подкормки даю, кирпич и глина. Смачиваю немножко этим рассолом, горечным рассолом. Погода отлично, ребята, всех нужно выжать голубей. Сейчас голубят неотносительно чисто стало. Почему? Потому что... Потому что сухо стало. Ну, гнезда, гнезда нужно смотреть. Проходим, ребята, и просматриваю первое, что, когда я выгоняю голубей, я просматриваю голубят. Как голубята... Какое состояние голубят. Кто накормлен, как... И смотрю, надо ли покормить голубей или нет. Но утром сейчас выгоню и, конечно, дам. Потому что некоторые голубаты чуть-чуть недостаточно накормлены. Просмотры голубые, значит, какой... Так, еще не полупились. Так, а кто ж там понесся, даже не знаю. Ну, надо будет посмотреть гнездо, там не знаю, кто снесся. Так, значит... А, скорее всего, что... Вот это пара, вот это пара. Очень рано они... Я думаю... Это плоховато, конечно. Значит, что хотел... Сейчас уже стало тепло, и, ребята, обращайте внимание... Не только как накормлена птица. Ну, ладно, с этим я не буду. Ты хотя бы покажу на этих... Нет, наверное, на других. Почему? Потому что этих я вчера... Обработала заодно. Значит... Просмотрели голубят, выгнали голубей. Все живы-здоровы. Потом будет уборочка небольшая. Ну, это вот возле гнезд. Почему возле гнезд так и убираю? Потому что голуби, когда приходят кормить, сами пачкаются. А так, в основном, уже такой уборки. Вот смотрим, почему-то встали. Мы раз посмотрели. Ага, яйца, видите, плохо. Это плохо, когда яйцо вот так вот... Грязные яйца. Ну, ничего же уже, ничего не поделаешь. Вроде бы так лежат чистые. Видите, какое у меня оригинальное гнездо. Значит, попробовали, значит, яйца, это все в порядке. Иногда пробу яйца. Почему, если два яйца так открыты и нету, никто не сидит, нужно попробовать. Холодные они или нет. Может, уже пришел срок, и их можно выбросить. Значит, когда-то раньше я все яйца просматривал. Просматривал на явность зародыша. Ну, не знаю, знаете вы этот метод или нет. Но сейчас я это не делаю. Перестал, скажем так, я неюсь. Выйдет, выйдет, нет, нет. Так, ребята, выходим, выходим. Это вот у меня красавцы. Смотрите, какие по этому, по молочному. Этого ущипку. Видите, какие с какими красивыми прибамбасами вышли. Пара голубя. Голубку поменял. Дают намного лучше голубя. Так что, дай бог, вы будете меня радовать. Пойдемте, ребята, пойдемте. Пошли, пошли. Ну, я так их можно ногой, но это я уже на камеру. Так немножко с ними. Так, значит, посмотрели водичку. С вечера водичка осталась. Значит, водичку мы выльем. И потом я покажу, какую водичку я наливаю. Так. Посмотрели дальше. Прошли всех-всех-всех. Так. Значит, я смотрю, все голубят я выгоняю на солнышко. На солнышко голуба-то стильная, ребята. Ху-ху-ху. А этот уже, смотри, дядь, прячется боролосненько. Тебя уже и трудно поймать. Видите, как вы уже голубят. Можешь, трудно тебе вот так, может, руки не дашь. Так, у нас, чёрт, это такой, смотри, брат. Видите, это уже и трудно поймать. Так. А, я поймал всё-таки. Всё, ребята, всех выгнали на улицу. Всё. Теперь сейчас, ну, кто-то, кто остался яиц, зайдёт. Пока ничего. Сейчас я их чуть-чуть. Подкормлю. Чуть-чуть подкормлю. Вот голубь, это чисто сумач. Лося. Парасумский. Чистый кузел. Он с чёрной голубкой спорован. Посмотрим на голубят. Сумачок. Тоже один голубянок. Так, пока на этом всё. Значит, сразу я возьму вот это средство. Почему? Потому что уже, ребята, тепло. И я уже замечаю, замечаю, что пошли, пошли паразиты на голубях. Значит, как я смотрю, ребята, паразитов. Так, заходим в другую голубятню. Так, а сейчас покажу вам голубятны, каких мне мысник дал. Интересных, ну, интересных по масти. Сам он полосатый, я люблю полосатых. Голубят у меня барбос, смотрите, каких дал. Ну, не страшно, почему? Потому что, потому что масть у нас не главная. Вот это голубята мысника. В прошлом году, к сожалению, у меня голубят не осталось по ним. А в этом году вот таких он дал. Может, мысник он знает там родители. Может, мне там позвонит или скажет в видео. Вот такие голубята здоровые. В этих голубятах кровь всей Украины, ребята. Тут и Киев. Ну, я, правда, не знаю, откуда сам мысник брал этого голуба. Ну, я его взял в Киеве. Значит, тут Киев, тут Херсон, тут Горловка. Тут Мелитополь. Ну, и стар... А, голуби Сум. И старые голуби Николаева. В общем, смотрите, какой букет в этих голубях. Ну, думаю, должны быть летчики. Мамка показывала три часа. Ну, мысника я всегда прижалила. Ну, такие голубята. Одно-одно в середке, наверное, девочка. А это мальчик. Побольше у него там. Так, что я вам хотел показать. Как осматриваю... Вот у меня летчица всю зиму отлетала. Благодетель, помните, я ее назвал? Она, кстати, у меня по-белому и чужой. Дал белого. Я вот как бы подмешиваю... Усиливаю круг белых, потому что белые у меня близкоросленные. Я усиливаю другими голубями. Но в итоге все равно я могу получить, видите, белых голубят. Значит, берем голубенка. Голубенок очень хорошо накоплен. Значит, тут особенно... Всегда страшны эти паразиты у голубей. Ну, таких особенно. Всегда старайтесь, ребята, смотреть на это дело. Значит, слава богу, голубенок белый, масный. Ну, не страшно, если он белый, не масный. Но когда масный, это приятнее. Так, значит... Не знаю, видно или нет. Мы уже подкроем экран. Сейчас, секунду, ребята. Я тут чуть-чуть не подготовился. Но ничего, сейчас мы... Все это поправим, поправим с нашей хорошей камерой. Так, повернем ее от солнца. Видим голубенка, да? Еще на приближении она у меня стоит. Так, нет, нет. Так, голубенка. Смотрите, я кладу голубенка на руку. На руку. Так, у меня средние хреновые. Там некоторые под это лезут, под крыло куда-то. Я кладу на руку и потом подымаю. И рука чистая. Если у них есть паразиты, то на руке остаются паразиты. Вот так сделали такую. Осмотр. Все хорошо. Голубенок один, видите, хорошо накормлен. Сильный будет голубенок. Значит, я вам показал, чем я пользуюсь. Это пудра. Некоторые ребята пользуются. Я иногда тоже пользуюсь. Это диклофос. Ну, диклофос это... Нужно помещение. Нежелательно. Под гнездо. Гнездо нежелательно. Потому что он сильный, может сам отравиться голубеном. А некоторые ребята даже пользуются... Ивермиктином. Ивермиктином пользуются. Я смотрел в этом. Тоже якобы помогает он. Ну, это пропаивать нужно. Пропаивать. Ивермиктин помогает не только от глистов, но и от всех этих таких кровососущих. Чему я крайне удивлен. Ну, встретил такое видео и об этом слышал. Что и говорю вам. Так, ну что. Ну, какие голубя. Смотри, вот мне Херсон дал голубенка. Красавца какой. Вот Херсон. Отличный голубя отдал полосатый. Ммм. Рос с молоком. Так, ребята. Кладем голубят. Одно яйцо уже у них не гужа. Можно выбросить. Ну, можно еще чуть-чуть подержать. Так, я подкладывал. Значит, вот так вот тоже сделали просмотр гнезд. Просмотр гнезд. Это кто у нас вот такой? Тоже Херсон. Вот такой голубенок у нас есть по рябам. Ах, красавец какой. Так, вот так вот. Ну, так вот сделали просмотр. Так, это визуальный. Кому нужно, просыпали пудрочкой. Визуальный осмотр. Значит, это у нас Амельченко голуб. Дал мне одного голубенка, но я переложил. Как-то они плоховато кормили. Я его переложил. Сейчас у него будут сидеть на авто. В общем, у него голубенка как бы сейчас нет. Но у него лично нет. А вообще голубенок по ним есть. Ну, все. Ну, осмотр такой сделали, беглый. Теперь сейчас займемся чуть-чуть. Я их подкормлю. Первое, что я им даю, это такой молотый. Молотый ячмень. Почему? Потому что они, видать, все хуже. Немножко я все-таки считаю, что он им нужен. Немножко сейчас дам. Крупная помолка ячменя. Ну, а сейчас наводить буду порядок. Потом я еще немножко, ребята... Ох, какой мазанный, красавец. Ну-ка. Красавец, мазанный. Белый мазанный. Вот это все, ребята, маска. Это говорит о том, что я подмешиваю чужие голуби. И вот это как раз под своих белых подмешиваю чужие голуби. И вот эта маска как раз показывает то, что в них залиты не белые, а чужие кровя. Помазал. Ну, так же, что вы это видите. И так же будет белый голубок. Видите, какие родители. Так я подкрепляю своих белых чужими. Так как у меня белые пошли, можно сказать, под одной голубки. Понимаете? Раз подошли под одной голубки, значит, это близкородственность. Близкородственность такая сильная, что нужно ее подкреплять чужими голубьям. Что я и делаю? Ну, пока на этом все. Сейчас наводить буду порядок. Чуть-чуть кормить. Ну, еще потом что-нибудь вам, ребята, сниму. Пока день начинается так. С утра, ребята, можно дать хлеб. Желательно темный, но я не выбираю. Тут никакую дали. Соседи мне дают хлебушек. Я вот с утра хлеб соберу. Молоко нам едет. Зазывает. Утром хлебушка. Чем хорошо хлебушек на утро, тем, что голубя-то будут накормлены таким мягким. Я иногда по возможности все не брезгую, ребята, не брезгую и не давать хлеба. Немного, ну и нет. Вот одна гнездка, короткая пара. Да, он тут, видите, какое дитёк с под безголовы, которого я всё-таки говорю, весна крыла. Ну, вот такого же, далее он голубой. Ну, слава был хоть второй, более-менее нормальный. А только он такой же, как папка, так же крылышки свесил по крови. Ну, это у нас новая мазда. Порвал я его со своей мамой. Узъёмный у нас, по-моему, мне голубонок не понравился, а я его спорвал. Её спорвал со своей сыном. Так, 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 так. Ангелом вышел голубином, вот, немножко с крылышком, но, какого, начал управляться. Он был самый первый, на морозе был. Я думаю, это из-за этого вот такие вот крыло, какого-то, колодка не раскрывшаяся. Ну, сейчас, вроде бы, она поуправляется. Или у нас белые ангелы, чёрные ангелы. Вот, появились, ребята, серые ангелы. Ну, не знаю, способен будет летать или нет. Мы их посмотрим. Как о кормах. А сейчас, ребята, должны быть самые-самые лучшие в этот период. Ну, что в моих кормах есть? В моих кормах есть кукуруза, пшеница, ячмень, семечко, просо, горох и немного рапса. Всех меньше старайтесь сейчас давать ячменя. Ячменя должно быть, ну, максимум, 10%. Вот такая сейчас у меня видерна связь. Ну, я же говорю, балую я их. Этими смесями недолго, ребята. Два. Два месяца у меня такие зерна смеси. Максимум, три. Потом перехожу на то, что есть. Потому что там пойдёт не травка, и гиль. Да и голубята уже, ребята, не так, не так мне уже, летние голубята уже не так нужны. А пока стараюсь давать всё, что могу. В тёплый, хороший день, ребята, можно их побаловать. Раз всё включено, то и тёплым бассейном. Водичку можно налить свеженькую, не холодную. Добавить немножко маргаться. И пусть они примут такие ванны, раз у них всё включено. Ну, вот так проходит утро дня с голубями. Палка у меня та, что и поилка. Ну, ничего у неё сейчас покупается. Я всё, ребята, вылью, просушу её. Вот и всё. Уже поставлю её как это. А подарок у меня этого, часовщика. Вот он скажет, опять та же у тебя поилка, где моя. Подарок часовщика у меня находится вон. Там у меня несколько пар живёт голубей. Пришлось мне там их... Никак не смог я их паровать так, как нужно. Голубка шла в одно место, голубь в другое. Ну, я там несколько пар голубей. У меня там там в том таком чердачке. И там Виктор Батищев стоит твоя поилка, твой подарок. Ну, вообще-то я считаю, любой контакт с пластиком, это плохо. Конечно, что ты мне подарил, это хорошо. Подарки все любят. Я не исключение. Ну, вообще, стараюсь, чтобы вода была налита в металлические ёмкости. Вот эта старая чугунная, а это жаровница, она мне служит и служит. И поилкой, и купалкой. Пока на этом вроде бы всё. Всех напоил, накормил, но зерна не давал. Да, он хлебца, там мешанки дал. Зерна пока не давал. Может, как буду уходить, немножко ссыкнулся. Ну, раз я вспомнил уже Амельченко голуба, вот как раз на глаза попался и голуб Попова. Два голуба, ребята, из всего количества хороших голубей, конечно, вы мне прислали на синий полигон, но, к сожалению, к нам большому осталось только пара голубей. Попово сейчас сидит на яйцах. Амельченко голубенок, но переложил я этого голубенка. Сам он как-то, смотрите, как похоже по масте голуба. Попово дал чёрную свою по одной, а Амельченко дал полосоторябую белохвостую. Хороших дал им голубок. Посмотрим, какие будут голуби. Ну, и их тоже. Жизнь лётная не прошла. Они ещё, ребята, вам покажут, на что они способны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!